75 лет свободы. Регион начал отмечать освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Из Калуги и близких районов было призвано почти 180 тысяч человек, и только 40 тысяч вернулись домой. Официальная дата освобождения 17 сентября, но праздники будут идти все выходные. Завтра, к примеру, масштабные торжества запланированы на безымянной высоте. А сегодня в Калуге прошел концерт. Слава благодарности и страшные воспоминания в репортаже Андрея Ткачева. 715 дней наши парни боролись за освобождение области. Их подвиг воспет в песнях. Сейчас 75-й годовщине посвящают торжества и концерты. Со знаменательной даты Калужан поздравляет глава региона. Он напомнил, что во все времена Калужская земля стойко принимала удары. Не исключением была и Великая Отечественная. Самые теплые слова ветеранам. Ваш героизм и беззаветная преданность отчизне являются для нас самым ярким примером. Мы учимся у вас силе духа, твердости характера, стойкости души. Я от всей души поздравляю всех вас. Повествует о тяжелых временах бумага. Во властном архиве открылась выставка более чем сотни документов об оккупации и освобождении территории региона. Сухие цифры. В Куйбышевском районе проживало больше 40 тысяч человек. После войны осталось около 30. Часть населения была угнана. Почти вся территория района была разрушена. И мало того, на территории района осуществлялось то, что наша чрезвычайная комиссия называла зверствами и разрушениями. То есть люди и расстреливались, и были замучены. А цифры, вот сам язык канцелярский, очень скупой, очень сухой. Но если вдуматься в то, что за этим стоит, это страшные документы. Зои Ситник не было еще и трех лет, когда фашисты пришли в ее родной Ульяновский район. Она помнит, как стреляли и бомбили, как земли переходили из рук в руки, а вместо колыбельной на ночь – крики и плач. Немцы заходили в блиндажи и выбирали подростков, и девочек, и мальчиков. Вот тех, которых где-то за 13 лет, вот так 12-13, и угоняли дальше. Естественно, это было страшно. Их отнимали у родителей. Поднимался крик. Это слезы. Зои Ивановну вместе с семьей перевезли в Брянск. Обратно она вернулась уже с советскими войсками в октябре 1943-го. Освобождение далось тяжело. На Калужской земле нашли свой последний приют больше 250 тысяч советских солдат. А до окончательной победы оставалось еще почти два года. Андрей Ткачев, Дмитрий Кудеяров, телекомпания НИКО-ТВ. Дмитрий Кудеяров, телекомпания НИКО-ТВ. Дмитрий Кудеяров, телекомпания НИКО-ТВ.